Новости столицы в эфире. С вами Ларьяна Шамхалаева. Все, что произошло за неделю в Махачкале и заслуживает внимания, смотрите в нашем итоговом обзоре городских новостей. И в начале короткий анонс. И снова дороги, и снова ремонт. В Махачкале сразу на нескольких улицах меняют асфальтовое покрытие. Об этом через минуту. Еще одной комфортной общественной средой в Махачкале станет больше. Реконструкция добралась и до прилегающей территории озера Абьёль. Фирменный напиток столицы республики. О том, кто из участников фестиваля кофе придумал Махачкалина, напомним сегодня. Омбудсмен в Махачкалинском интернате в республике с рабочим визитом побывал и уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. В Махачкале обновляют дорожное полотно. Работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия ведутся по улице Батырая. Всего планируется отремонтировать порядка 500 метров. Фрезерование дорожных покрытий предполагает срезание верхнего слоя асфальта с целью подготовки поверхности дороги к последующей укладке нового покрытия. Начальник столичного УЖКХ Шамиль Магомедов совместно с представителями подрядной организации проинспектировал реконструируемый участок, пообщался с рабочими и поинтересовался темпами работ. В рамках федерального проекта безопасной и качественной автомобильной дороги на им проводится замена изношного слоя верхнего слоя асфальта полотна по улице Батырая от участка проспекта Гамидова до развилки с улицы Каркмасова. Это 540 метров. Тут с фрезеровкой снят деформированный слой асфальта, после чего будет уложен выравнивающий слой и основной слой асфальта, и улица будет приведена в нормативное состояние. Также будет проведена замена люков, количество 50 штук. Сдача данной улицы запланирована до конца месяца текущего. Специалисты подрядной организации просят водителей отнестись с пониманием к проводимой реконструкции и искать пути объезда во время проведения ремонтных работ. И в продолжении темы дорог. Асфальтирование тротуаров по улице Карабудахкенской в поселке Семендер также начато в столице в этом году. Отметим, что до начала работ за линию ремонта были перенесены опоры линий электропередач. Протяженность улицы составляет 900 метров. На данном этапе основание под укладку асфальтобетонного покрытия на проезжей части и тротуарах подготовлено. Установлен бордюрный камень, подсыпана и утрамбована песчано-гравийная смесь. В 2022 году на территории сепараторного поселка ведутся работы на пяти улицах. Это улица Садовая, Сепараторная, Богомадова, 10-я Магристальная и улица Виноградная. Сегодня мы находимся на улице Виноградной, где ведутся работы по подготовке основания. В связи с тем, что улица узкая, здесь обустоство тротуаров не предусмотрено. Также данная улица является односторонной, откуда весь поток транспорта, сепараторная поселка, можно сказать, дальше поднимается домой. И параллельная улица есть еще одна, которая тоже односторонняя, по которой уже спускается. Очень много обращений было от жителей, что по этой улице поднимаются. Есть сложности с подъемом из-за того, что плохая дорога, которая не соответствует ГОСТам. По этой улице также мы сталкиваемся с проблемами. То, что в свое время жители самовольно проложили водопроводные кондиционные сети. Поверху, не углубляя, в соответствии с ГОСТом, они должны были его углубить на 60-70 сантиметров. Ну, не углубили. Практически от поверхности проезжей части на 5-10 сантиметров глубина находится все коммуникации жителей. Параллельно приходится и с этими работают, восстанавливают, делают, за свой счет, подрядные организации делают такие работы тоже параллельно. Напомним, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Махачкале будет отремонтировано 38 улиц общей протяженностью 21 километр. Строительство сквера началось на берегу озера Акгель. Работы ведутся в рамках реализации федеральной программы формирования комфортной городской среды. Объект был выбран жителями города в рамках рейтингового голосования по выбору общественных территорий для благоустройства на текущий год. Проводим работу по благоустройству общественного пространства вдоль озера Акгель. Общая площадь благоустроенной территории 1700 квадратных метров. Здесь будут проведены работы по укладке плитки тротуарной, установка урн, скамеек, уличного освещения. Также будет благоустроена детская площадка с травмобезопасным резиновым покрытием. И в дальнейшем мы планируем, так как данная территория находится на побережье озера Акгель, провести работы по биологической очистке территории озера путем высадки растения и хайрния. Всего в этом году в Махачкале будет благоустроено и построено 7 общественных пространств. На неделе мэр Махачкалы Салман Дадаев вместе с представителями Следственного комитета по республике возложил цветы к памятнику Петру Первому. Напомним, 9 июня исполнилось 350 лет со дня рождения великого реформатора и царя всея Руси. В 1844 году на взгоре Анжиарка было заложено укрепление Петровское, названное в память о пребывании в этих местах Петра Первого в 1722 году во время персидского похода. В 1857 году укрепление получило статус города и стало называться Петровск. В 1921 году название города было изменено на Махачкалу. Кофейный напиток «Махачкалина» создал участник из Чеченской республики. Фестиваль кофе, который проходил на главной площади столицы с 4 по 6 июня, завершился на неделе. Главный приз, скутер и звание лучшего бариста досталось создателю авторского напитка города Махачкала Саиду Донбаеву из Грозного. За три дня посетителями фестиваля стали более 30 тысяч человек. По словам мэра города Салмана Дадаева, Махачкалинский праздник кофе станет ежегодным мероприятием. У нас где-то по Новому году родилась такая идея, что с учетом того, что Махачкалинцы так сильно любят кофе, и у нас такое множество кофе необходимых, чтобы обязательно в меню присутствовал какой-то напиток, который уезжая, остался у меня в памяти, у наших гостей, что в Махачкале есть такой кофейный напиток, и Махачкала очень любит кофе, все пьют кофе в Махачкале, и мы купили вот такой-то напиток, который нету нигде. Ребята нас реально удивили, не просто так они называются чемпионами, победителем становится Саид Донбаев, и вполне заслуженно. Саид, реально вкусный напиток, очень интересный, я помню, сливочный вкус, мед, абрикосовый рубяч и топленое масло, да, очень нежный вкус, сливочный такой вкус был, Саид и заслужил. Спасибо вам, мои ключи и пожелания Махачкале. Это было уволзительно, но я постарался объединить все местные продукты, и получилось то, что получилось. Надеюсь, этот напиток будет во всех кофейных Махачкалах. Спасибо большое всем. В республику с рабочим визитом прибыла уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она провела встречу с руководством региона и посетила Махачкалинскую школу-интернат для детей-сирот. Главного детского омбудсмена сопровождали ее коллега по региону Мария Ежова и представители столичной мэрии. В московской гости организовали ознакомительную экскурсию и рассказали о работе с воспитанниками. Для гостей была подготовлена концертная программа, приуроченная ко Дню России. На месте Мария Львова-Белова пообщалась в неформальной обстановке с детьми, поинтересовалась дальнейшими планами и формой обучения. Я посещаю Дагестан с рабочим визитом. Знаю, что у вас не было федерального полномоченного уже около 10 лет. И так как мы очень близки с Сергеем Олимпичем, были вместе в Совете Федерации, обучались в президентском кадровом резерве, мне было важно в новом назначении посетить сегодня ваш регион. Не для того, чтобы посмотреть или проконтролировать, потому что контролирующих органов и так достаточно, а для того, чтобы понять, где есть места, которые можно усилить. Да, и каким образом мы с федерального центра можем поддержать работу, вообще связанную с детством. Значит, что увидели? Первое наше посещение было центра дневного пребывания, это некоммерческая организация. Честно, я была просто в невероятном восторге, потому что вообще все, что здесь собрано, мастерские, принципы работы с детьми, организованное пространство и такое большое количество благополучателей, которые есть в этой некоммерческой организации, конечно, этому могут позавидовать вообще там столичные наши областные центры. Вот. Я для себя за основу, потому что мы понимаем, что в работе, например, с семьями с детьми с инвалидностью, очень важно брать вот создание таких центров дневного пребывания, чтобы родители могли приводить детей, чтобы мамы могли немножечко выдыхать, да, и получать дополнительные силы для воспитания своего ребенка дальше. И мы с президентом проговаривали про то, что необходимо вот такие центры дневного пребывания создавать в регионах. Но сегодня здесь, в Дагестане, я увидела, как этот центр на самом деле должен выглядеть. И в заключении несколько важных объявлений на выходные. В рамках празднования Дня России мэрия города подготовила для жителей и гостей столицы ряд мероприятий на нескольких площадках. Так, на площади имени Ленина в 10 утра стартует инклюзивный фестиваль «Музыка. Мой мир». В 17 часов здесь же состоится праздничный концерт и фестиваль любительских творческих коллективов «Голоса России». На сквере имени Фазу Алиевой с 3 часов дня всем желающим подарят нагрудные знаки и удостоверения «Знаю Дагестан» и «Знаю Россию». В рамках детского проекта «Летние встречи» концерты пройдут практически во всех парках города. Проекта хватит также пригородные поселки. Это все события, чем запомнилась столичная неделя. На этом я с вами прощаюсь. Всех с праздником, с Днем России, отличных выходных и до скорой встречи в эфире.